Дорогие друзья, всем большой привет! На связи Виталий Сергеенко. Сегодня специально для брокера Admiral Markets записываю видео. Немножко поговорим о фондовом рынке США, какие есть новости, какие есть интересные фишки. Также обсудим, что там творится с Google и с такой замечательной с мелодичным названием компании Huawei. Также обсудим беды Tesla и плюс размещение Lacking Coffee. Очень интересное IPO прошло на прошлой неделе, поэтому никуда не уходите, будет интересно. Итак, друзья мои, давайте сразу к делу. Начнем с простого, с индекса S&P 500, который за прошлую неделю, в принципе, никуда не свалился, как многие ожидали, а в принципе, как и мы с вами обсуждали в прошлом видео неделю назад, что как раз будет торговаться в этом диапазоне и, в принципе, есть достаточно серьезные уровни поддержки, которые, соответственно, могут устоять. И сейчас цена 2865 пунктов, именно индекс самого, да, и мы видим, в принципе, что это дневной график, что последние уже тенденции, последние дни все-таки здесь идет некое локальное повышение, да, динамика остается. Если мы перейдем на график и посмотрим, допустим, биржевой фонд, BOO, да, это ETF на индекс S&P 500, здесь мы увидим эту картину более ясно, что у нас, в принципе, здесь есть неплохой уровень поддержки, где-то уровень 255, 250, ну, даже 260 я бы здесь взял, здесь локальная поддержка такая, и от этого уровня мы сейчас откалываемся и, в принципе, вроде бы пережили большинство каких-то негативных факторов и потихонечку цена начинает подрастать. Хотя из негативного сейчас по фондовому рынку бродит вот этот призрак торговой войны США и Китая, что есть заварушка и что может что-то, ну, очень сильно повлиять на рынок, да, этой ситуации. Многие экспортеры, многие импортеры, те компании, которые зависят от Китая, для которых рынок Китая серьезные, значительные, те начинают страдать, да, поэтому есть достаточно такие определенные риски. Что касается компании, про которую я сегодня хотел поговорить, это компания Huawei, и также меня даже больше, я думаю, что вас больше интересует Google, такая корпорация, которая достаточно серьезно завязана с Huawei, потому что на операционной системе Android, которая Google принадлежит, работают все телефоны Huawei, ну, по крайней мере, до данного момента. И вот Трамп решил прижать эту китайскую компанию, и, соответственно, некая угроза якобы со стороны этой компании, и запретить многим корпорациям сотрудничать с этой компанией, как корпорациям американским. И, естественно, первая здесь история, которая произошла, да, вот как некий аргумент в торговой войне, что попросили, ну, как бы сильно не переживая, попросили Google просто вот отрезать эту компанию от важнейшего элемента, это операционные системы. И что уже, вот последние даже новости, которые прошли, вроде бы дали небольшую отсрочку, там, в несколько месяцев. Но в целом, то, что происходит, это, что Huawei останется, скорее всего, без андроида, это ударит по Google, потому что достаточно серьезный рынок может быть потерян, рынок Китая, вот, для андроида. Хотя, опять же, вы должны понимать, что в Китае вообще очень сильно продукты Google зажимают, и YouTube, и, там, поисковики, они не работают в прямом доступе. И вот Android решили, может быть, тоже так прикрыть, скажем так, не сильно-то китайцы и расстроятся. Хотя расстроится Huawei, а многие думают, что за компания, я про такую даже не слышал, но очень жаль и зря, потому что эта корпорация продает очень много телефонов в мире, смартфонов, и они на втором месте в мире по продаже смартфонов. На первом месте Samsung продолжает уже давно удерживать первую позицию, второй Huawei как раз, третий Apple, и на четвертом месте Xiaomi, то есть китайская корпорация, вот у нас такая топ-4. Поэтому iPhone уже давно у нас не лидеры, а Huawei это не просто мимо кто-то пробегал, а это корпорации, которые вообще рассчитывали, что в ближайшие пятилетку может первое место занять по продаже смартфонов. Да, я думаю, что у многих зрителей, может быть, уже есть смартфон Huawei как раз. Это не коснется, кстати, вот этот запрет не коснется тех смартфонов, которые уже выпущены, которым вы пользуетесь, просто отключат обновление Android для этих телефонов. А вот для китайцев, для тех, кто, ну, скажем так, новыми телефонами собирается пользоваться, вот они уже будут делать какую-то новую операционную систему в каком-то соусе, в каком-то формате. Google на этих новостях как бы не особо хорошо реагирует, но его до этого здесь бьют уже компанию, да, бьют акции, и мы видим, что продолжает снижение в среднем быть, да, и вот уже 1155 мы здесь, достигли. Если здесь взять какие-то уровни локальные именно по гуглу, ну, видите, здесь такая возня происходит в повышательном тренде, ну, я бы, честно, взял здесь диапазон, ну, даже вот локальный уровень, на котором мы остановились, вот здесь происходит возня, вот здесь у нас долго мы стояли, либо возвращались к этому уровню, да, достаточно интересные цены, поэтому текущий уровень где-то вот 1125-1145, здесь диапазон где-то в 20 долларов, от которого мы отбиваемся. Поэтому, в принципе, угла все более-менее неплохо, да, были отчеты не такие, может быть, радужные, как до этого, но в целом, я думаю, что одна из лучших компаний, которая недавно стоила 1300, а сегодня 1150, это может быть неплохой скидкой на эти акции. Что касается именно, если мы посмотрим, такой объемный анализ, давайте посмотрим дневной график, вот он дневной график, видите, здесь у нас был гэп на новостях, ну, и вообще последний отчет он не так сильно, акционеров порадовал инвесторов именно Apple, но с другой стороны, видите, у нас здесь был на дневке достаточно такой близко к останавливающему объему, подскочил объем на бирже и хороший растущий такой бар, свеча и у нас получился здесь некий такой откол, да. Поэтому давайте возьмем этот уровень 1125-1145 за поддержку, от которой вот мы можем мы в ближайшее время отколоться, то есть здесь есть неплохая и спекулятивная, и позиционная такая идея, могут в принципе, если заварушка вот с Huawei как-то с этим пройдет, тем более сейчас ее вроде начинают затирать и дали время еще несколько месяцев этой компании там разобраться, может Google в принципе здесь отскочить, достаточно интересная такая история. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас еще интересного, это компания, естественно, Tesla, здесь интересная новость прошла и не одна много, что, видите, 20 мая упали на 4%, здесь проблема в том, что непостоянные происходят какие-то аварии, там взрываются, горят Tesla автомобили, но проблема опять же чаще всего как бы не в самом Tesla, да, автомобиле, а в том, что люди уже настолько расслабились и смотрят там беспилотные автомобили и воспринимают этот беспилотник не просто как помощь, вот то, что Илон Маск все время говорит, помощь водителю, да, как бы, если что, заяц какой-то выскочит на дорогу или там, не знаю, олень какой-то выскочит, да, автомобиль может объехать его резко, таких видео много в интернете, вот, а люди просто бросают руль, занимаются своими какими-то интересными делами и автомобиль куда-нибудь там столб не врезается, это негатив, конечно, прошли новости, что по миру, в частности в Гонконге, горят автомобили, есть вот эти видео тоже в интернете, что автомобиль стоит на стоянке, начинает воспламеняться, просто там дым идет и возгорается автомобиль, и пламя перекидывается на соседние автомобили, то есть есть такие негативные истории, но больше все равно, я думаю, что на график Тесла, вот видите, вот таким образом сейчас выглядит, недавно мы еще были там 315, сегодня уже там 204, больше здесь, конечно, влияет на Тесла не столько вот эта ситуация, что там что-то горит, хотя это уже следствие того, но то, что компания не зарабатывает деньги, она давно уже в убытках, у них вот был квартал такой положительный, плюсовой, но с другой стороны, в последнее время все-таки больше отрицательный, и опять были операционные убытки, хоть выручка растет, но операционные убытки в компании возрастают, и вот Илон Маск с командой надеется, что сейчас на модель Y, да, новый такой кроссовер, они возлагают большую надежду, что он вытянет их опять из такого локального кризиса, и даст им рост чистой прибыли, появление вновь, поэтому, что касается Тесла, да, что касается Тесла, еще какая новость, такую финальную по этой компании скажу, интересная новость прошла от Морган Стэнли, они не стали грузиться, и просто аналитики, ведущие Морган Стэнли, одного из крупнейших инвестбанков в мире, сказали, ну вообще Тесла это ни о чем компания, ее акции будут стоить где-то 10 долларов, при том, что сейчас они стоят 205, да, представьте, то есть там говорят, что будет падение более чем на 90% по нашим акциям, по компании, это, конечно, напугало инвесторов достаточно сильно, и я думаю, что вот в том числе последний слив, вот здесь где-то с 240 на 200, на 200 ровно, он произошел как раз в том числе вследствие этой новости, да, но новость эта возникла, опять же, потому что у нас обязательная статистика за последний там квартал. Если мы отдалим немножко дневной график, да, посмотрим вообще на ситуацию, мы видим, что здесь происходит давно уже возня в таком диапазоне, да, и был флет, где у нас от границы к границе мы здесь двигались давно по этой акции, и вот прошел пробой, и мы ушли здесь уже, ну, наверное, на величину этого диапазона практически, упали на 200. То есть мне кажется, в свете вот таких новостей, как сейчас негатива достаточно много проходит, вы, ну, должны понимать, что компанию могут еще утопить, пока не будет ближайшего положительного какого-то квартального отчета, да, потому что вот в таком формате, как это сейчас двигается, но это не очень, не очень хорошо. То есть моя здесь идея все-таки, я думаю, что мы вот достигли 200, это есть там старенький уровень, такое число где-то 200, 210, 220. Я думаю, что отсюда цена незначительно отскочит, но все-таки мы можем остаться в рамках вот этого нисходящего движения, и может быть отскок где-то в район 230-240, и оттуда цена продолжит свое падение. То есть вот что-то мне подсказывает, пока у нас отчета нормального не будет, что вот подобные вещи будут проходить. Кстати, важный момент, да, небольшая реклама. Именно вот в МТ-5 терминале компании Admiral Markets есть возможность подключить счет Admiral Invest, это счет, где реальный актив, не CFD, не какие-то спотовые валютные пары, а реальные акции, где вы можете без плеча их покупать, торговать и инвестировать. Вот, поэтому здесь вы, там важный момент, нету шорта, да, нету шорта, но есть только лонги, поэтому здесь шортить Tesla вы не можете, но если, допустим, вы верите в компанию, она там еще свалится чуть пониже, да, пока я не рекомендую покупать, может быть увидим там по 170, не знаю, или ниже, там уже появится интересная возможность, можно прикупить, да. Но вот здесь спекулятивные делать сделки, покупать от 200 на 200, там 30-240, но я не совсем рекомендую, потому что это будет покупка падающего ножа, да, то есть здесь нож летит, а вы, если захотите его здесь поймать, это не очень хорошая история, здесь лучше пропускать и при возможности продавать, вот. Но с другой стороны, тот же Google, вот Google вы можете попытаться купить, по крайней мере, там набирать позицию по этому инструменту, это реальная акция с нормальными комиссиями, не спекулятивный там CFD контракт какой-то, да. Поэтому ссылочка на этот счет Admiral Invest будет в описании, переходите, смотрите, нормальная тема, там от 500-600 долларов можно открыть уже счет и через удобный, понятный, знакомый терминал можно торговать реальные активы. Так, по Tesla сказали, про терминал вспомнили, что еще у нас? Да, по поводу Tesla, смотрите, это дневной график, видите, у нас достаточно неплохие объемы, даже на дневках, после больших каких-то проливов немножечко цена отскакивает и потом опять проваливается, немножечко отскакивает, проваливается. Если посмотреть, давайте посмотрим более острое, что-то допустим, 3 часа не будем, давайте час посмотрим. Часовой, если таймфрейм взять, последнее время, вот в основном все объемы, они здесь медвежьи, то есть объем проходит, цена валится, объем проходит, цена валится, вот здесь небольшой был отскок, уже фиксировали на 200, при пробое 200, но это нормальное явление, потому что целое число и хороший значимый уровень. Вот, пока что здесь какого-то спроса, какого-то спроса я не вижу, но, естественно, здесь по 200, это очень спекулятивная идея здесь покупать, поэтому я вам рекомендую, рекомендую подождать подольше, посмотреть, что будет. Так, еще какая новость интересная, давайте посмотрим. Прошло IPO Lucky Coffee, точнее Lucky Coffee, это китайская очень быстро растущая кофейная компания, они открыли за, начали, чтобы вы понимали, в конце 17-го года, в октябре 17-го года, и за 2018-го года они открыли, только, вдумайтесь, 2400 кофеен по всему Китаю, то есть это бомбический рост. Для сравнения, тот же Starbucks, который является королем кофейного рынка, он открыл, по-моему, 600 кофеен, 600 кофеен, по-моему, за 12 лет в Китае, а вот эти ребята открыли намного больше за очень маленький промежуток. времени, да, поэтому это очень крутая история, очень интересная, вот Lucky Coffee, достаточно будет интересно посмотреть. Что нам, как инвесторам, здесь интересно, может быть, да, что компания вышла на IPO по цене 17, и в моменте они начали стоить больше 20, собрали на открытом рынке 510 миллионов долларов, если мы посмотрим на график, то цена при IPO была 17, вышли они по 25, то есть это рост более чем на 40% за один день, и с тех пор цена плавненько стекает вниз, то есть уже скинули и практически вернулась к цене IPO, вернулась там на минус 30%. То есть, в принципе, скинули по максимуму инсайдеры здесь акции, и мы видим плавное снижение. Что здесь ожидает нас дальше? Ну, здесь нужно смотреть вообще, чем компания так уникальна, интересно. Мне нравится эта корпорация, помимо того, что они безумно растут, буквально там за полтора года сделали какой-то невероятный рост, на 2019 год у них цель 4,5 тысячи точек в Китае. Основные инвесторы это китайцы из Сингапурции, это крупные какие-то венчурные инвестиционные фонды, которые в них вкладывают. Кстати, там мимо пробегал BlackRock, они также являются соинвесторами этой корпорации, и они, ну, это известная компания, и они вот так же верят в их продукт. Чем мне нравится сама эта компания? Тем, что Lacking Coffee, они исповедуют действительно, что нужно пить грамотное, крутой напиток, грамотный кофе, да, то есть, который является там премиум качества. И они продают арабику, сорт арабики премиум класса, они даже получили вот золотую медаль, там на международном турнире, так скажем. И в отличие от своего основного конкурента Старбакса, у них действительно настоящий кофе, крутого качества, а не та барматуха с молоком и сахаром, который продают в Старбаксе. При этом цена на 20% дешевле, и за счет того, что они не устраивают посиделки у себя в кофейне, а это больше кофе на вынос, и они вот достаточно интересную такую пропагандируют, что ли, модель. Рост рынка кофе где-то на 5-7% в год в Китае и в среднем в мире ожидается, то есть, это постоянный рост выручки, и вот такие корпорации, как Lacking Coffee, безусловно, врубаются в этот бизнес, чтобы отхапать долю рынка у такого гиганта, как Старбакс или Макдональдс, или те же Коста Кофе, которые недавно, кстати, за 5,1 миллиарда купила Кока-Кола, которая также включается в рынок кофе-мании вот этой мировой, поэтому давайте будем следить за этой историей, я думаю, что это достаточно неплохо и интересно закончится. Но, что касается пока самих акций, безусловно, ну, выглядит как бы не особо, да, может быть, в моменте в каком-то, но здесь нужно рассматривать этот дневной график, видите, как вышли с IPO, в принципе, 3 дня подряд цена здесь падает, если посмотреть, второй таймфрейм, тоже такой достаточно слив, но это и понятно, компания не зарабатывает деньги, несмотря на такие большие обороты, все вкладывается, реинвестируется в новые точки, в новые бизнесы, в новые представительства, в новые продукты, и интересная достаточно история, но за 2018 год у них убыток все равно составил 241 миллион долларов, даже при таком большом росте, поэтому долгосрочным инвесторам, частным инвесторам это не очень нравится, когда убыточные компании выходят, и в них прямо здесь сейчас инвестировать, но я думаю, что с течением времени это будет достаточно интересная история, я знаю, что в ближайшее время на платформе Admiral Markets появится эта бумага, поэтому вы также сможете посмотреть, может быть, зайти по цене ниже 17, то есть ниже IPO, поэтому для кого-то это может быть достаточно интересная такая возможность для вложения, если мы посмотрим по объему, в последнее время объемчики здесь подумерли, вот здесь ажиотаж с лайкинг кофе немножко спал, и уже спокойненько мы здесь работаем, спокойненько смотрим. Ну вот это основная такая история, конечно, Китай это высококонкурентное бизнес, ну такое место для бизнеса, и сейчас это растущий очень рынок, поэтому нужно следить и китайские компании покупать осторожно, потому что там есть риски и правительства китайского, и вот торговой войны сейчас с Соединенными Штатами, то есть свои моменты также есть. Вот, друзья, ну в принципе это сегодня все в основном, что я хотел рассказать, видите, много интересного, то что успеваю буквально за 20 минут вам рассказать. Если вы хотите начать разбираться в этой теме, торговать, инвестировать в американские, европейские, мировые акции успешно, то рекомендую начать с грамотного шага, начать с обучения, и есть такая возможность, у меня есть курс трейдинг по другим углам, и вот в том числе там при поддержке Admiral Markets вам есть возможность представить такую возможность, поэтому если вы хотите, подключайтесь, есть хорошие возможности промо, скажем так, скидки, если вы заходите через Admiral Markets, поэтому подключайтесь, это очень интересный курс, здесь мы разбираем, как реально инвестировать в акции, как, что такое фундаментальный анализ, объемный анализ, как анализировать компании, какие основные там коэффициенты по анализу финансовой отчетности, ищем объемы, ищем умные деньги на графике, составляем такой инвестиционный портфель, и это все сейчас как раз можно сделать в рамках брокера Admiral Markets, как раз на его платформе, поэтому присоединяйтесь, это достаточно интересная история. Те ссылочки будут в описании, на открытие счета, можете попробовать там демо, поторговать, проанализировать, и в случае интереса по поводу курса, обращайтесь в компанию, вот, и я думаю, что какие-то тоже ссылочки будут в описании. Поэтому на этом, в принципе, все, всем большое спасибо, с вами был Виталий Сергеенко, я профессиональный трейдер, управляющий активами инвестиционной компании, и вот специально для Admiral Markets раз в недельку буду делать вот такую интересную, как мне кажется, аналитику, которая будет вам полезна. На этом, в принципе, все, всем всего доброго, успехов, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok